Здравствуйте, я Кирилл Токаря, в эфире гид по инвестициям, и мы продолжаем искать новые способы сберечь и преумножить, адаптируем старые к новой реальности, пытаемся по-новому взглянуть на знакомые рынки инструментов. Сегодня поговорим про Китай, но не совсем, про компании китайские не только, нам доступны, разумеется, сегодня говорим про Гонконг и доступны благодаря ему инструменты. Главный вопрос, на который отвечаем, Гонконг, на чем заработать в 2023 году? Традиционно в начале о том, что там, собственно, происходит. За 10 месяцев 2022-го рынок акций Китая потерял 6 триллионов долларов в капитализации, а главный индекс гонконгской фондовой биржи просел более чем на 35%. Но в ноябре, после смягчения ограничений по коронавирусу, китайские акции устремились вверх. Чистый приток средств международных инвесторов бумаги составил 41 миллиард юаней. Активизировались и российские частные инвесторы. В ноябре объем сделок с ценными бумагами с листингом Гонконг на СПБ бирже вырос почти на 76% по сравнению с октябрем 2022-го. Лидерами торгов стали Alibaba, Xpeng Inc. и JD.com. В ноябре крупные инвестбанки начали улучшать свои рекомендации для акций Китая. Морган Стэнли считает, что к концу 2023-го индекс MSCI China вырастет на 14%. В Goldman Sachs также прогнозируют дальнейшее ралли. По их мнению, MSCI China и SCI 300 вырастут на 16% в следующем году. Между тем, СПБ биржа увеличивает количество доступных позиций гонконгской секции. С декабря российским частным инвесторам доступны 79 таких акций. Самые популярные из них — Alibaba, Xiaomi, JD.com, Li Auto и Baidu. Но у акций Гонконга есть явные риски. Во-первых, на котировки отрицательно влияет вмешательство регулятора в различные отрасли, в том числе технологический сектор. Во-вторых, рынок Китая непрозрачен. К отчетности китайских компаний много вопросов. В-третьих, спад в китайской экономике. Эксперты аналитического центра Taihe предполагают, что Китай может не достичь установленной цели по росту ВВП в 5,5% по итогам 2022-го. И, наконец, в-четвертых, дополнительные издержки при инвестировании. На гонконгской бирже взимается гербовый сбор 0,13% от сделки. Платить его надо как при покупке, так и при продаже актива. Из плюсов — возможность валютной диверсификации портфеля. Доллар Гонконга имеет привязку к доллару США. Эта валютная пара стабильно держится в диапазоне 7,75-7,85. Еще один плюс — дивиденды. У китайских компаний они довольно высокие, в среднем 7%. И самое главное — их российские инвесторы могут получать. Итак, помогут нам разобраться в гонконгском рынке, вообще, что там в Китае происходит и в Гонконге, как немножко отдельная история. Наши эксперты у нас в студии, автор канала «Акции Китая» Чайна Стокс Павел Шумелов. Павел, приветствую. Добрый день. И руководитель направления Китай, представитель школы управления Сколкова в КНР 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 Олег Ремега. Олег, приветствую также. Олег, давайте с вас и начнем тогда. Ну вот, видели мы существенное падение рынка китайской компании, в том числе, в начале года. Сейчас приток, все растет. То есть, съезд у нас прошел. Товарищ Си, несмотря на все инсинуации западных СМИ, зловредных, всех вроде как победил, удержал убедительную политическую победу. Все вроде как стабилизировалось. Вместе с тем прогнозы по китайской экономике. Далеко не самые радужные на 2023 год. Кто-то говорит о том, что рецессия не минуем. Кое-кто, правда, я видел оценки, там все равно будет рост в 4,5 и 5 процентов. В целом, китайский рынок и Гонконг отдельно тоже. Это отдельно же по-прежнему? Немножко как бы иначе рассматриваем, чем китайскую экономику или нет? Тоже отдельный вопрос. Насколько он сейчас для российских инвесторов интересен? Вот с таких фундаментальных сторон. Если мы посмотрим на экономику Китая, то мы увидим хорошие макроэкономические цифры. Инфляция порядка 2 процентов, низкопроцентная ставка. Есть возможность для роста экономики. За текущий год, наверное, ключевыми ограничителями для роста, как было правильно сказано в справке, долговая нагрузка, мы все слышали про кризис на рынке недвижимости, но он не привел, наверное, к фундаментальному падению экономики. Конечно, главное ограничитель — это ковид. Политика нулевой толерантности к ковиду. И ура, слава богу, хорошие новости мы услышали в конце года. Китай постепенно отходит от этой политики. Мы как аналитики, китаисты, делали большой прогноз, что как раз в период 20-го съезда будет объявлено об отходе от этой политики. И казалось, что китаисты ошиблись. Но нет, все-таки, как мы видим, хотя в 20-м съезде вроде как был тренд на сохранение этой политики, мы видим отход от нее, а это, по разным оценкам, 3% внутреннего валового продукта Китай терял от, собственно, такой строгой политики отношения к ковиду. Поэтому и последние отчеты мы наблюдаем в том, что прогноз на 2023 год уже 4,5-5%. Это хорошие новости, по самом деле, для инвесторов в целом. Высокая инфляция в ритейле, проблемы по-прежнему в секторе недвижимости, который по-прежнему тайно за семью печатями, определенные проблемы регулирования технологических компаний, образования в частности, нет. Все равно мы по-прежнему сохраняем позитивный прогноз на рост китайской экономики. Плюс, опять же, мы видели цифры по незначительному сокращению потребления энергоресурсов, тоже не самые обнадеживающие. Все равно верите, ну тут не то, что верите, цифры говорят о том, что 4,5-4 будет. Да, и в этом плане верю в модель экономики, она меняется. Если до этого Китай — это экспортная экономика с фокусом на внутренние инвестиции, то теперь модель китайской экономики — это фокус на внутреннее потребление. Китай меньше зависит от внешних факторов. Это политический фокус. Все-таки пока структура экономики ориентирована, наверное, на экспорт, понятно, что власти будут выстраивать эту модель, да, и это, безусловно, должно дать свой результат. Но пока... Ну да ладно, мы сейчас вот в политику компартии углубимся, ничего не успеем. Вал, у вас какой взгляд? Вот взгляд российского инвестора на китайский рынок, исходя из тех вот макроэкономических вводных, которые мы сейчас получили, что скажете? Вот интересно, и опять же сейчас было падение, вот тогда я думал, да, я думал, может быть, та же самая Alibaba, вот это все. Сейчас уже кое-что отыграно, что скажете? И мы потом перейдем к конкретным бумагам, компаниям и так далее. Вот тут нужно разделять на краткосрочную инвестицию и долгосрочную инвестицию. Если мы говорим про краткосрок, то сейчас китайские акции вот за последние полтора месяца выросли по 100-200%. Вот многие китайские акции. Поэтому если мы говорим про короткую дистанцию, то, скорее всего, мы сейчас ожидаем либо боковую тенденцию, либо все-таки небольшую коррекцию после этого роста. Но после, я ожидаю рост, и аналитики очень многие об этом сейчас говорят, которые многие говорили, что вообще Китай не инвестиционно пригоден и так далее, сейчас все перебываются, говорят, что Китай классно, будем расти. Если смотреть глобально, то Америка и Европа сейчас у нас в рецессию уходят, Китай уже давно там находится по большому счету, и Америка у нас повышает процентную ставку, Китай либо понижает... Китай находится в рецессии? Китай уже давно находится в рецессии, по большому счету. Ну, в том плане, что экономика падает, экономика падает все время. Вы находится ли Китай в рецессии сейчас? Ну, смотрите, да, да, как определить рецессию? Если это отрицательный рост на протяжении двух кварталов, то нет. Просто сокращение. Да, да, да. Сокращение экономики на протяжении двух кварталов, да. То технически нет, но то, что замедляется экономический рост, здесь я коллегу подержу. Нет, да, просто, ну вот технически там можно и говорить, что для Китая, учитывая там многие макроэкономические факторы, рост 2% на протяжении года, это уже тоже такая история фактически говорящая. Ну, все-таки пока, да, про США и Европу соглашусь. Стоит российскому инвестору непрофессионалу иметь дело сейчас с Китаем или риски перевешут? Опять же, с невысоким аппетитом к риску. Только коротко мы уже сейчас дальше пойдем. Это время ни на что не хватит, как обычно. Краткосрочно нужно подождать. Долгосрочно Китай еще очень сильно вырастет, на мой взгляд. Отлично. Давайте посмотрим на, будем разбирать конкретные компании, поговорим про дивиденды аристократов, именно китайские компании, торгуемые в Гонконге, дивиденды. Лидером по дивидендной доходности на гонконгской бирже является одна из крупнейших нефтегазовых компаний Китая, China Petroleum and Chemical Corp, более известная как Sinopek. Нынешняя дивидендоходность China Petroleum составляет 15,3%. Исторически компания придерживается выплат в диапазоне от 60 до 80% от чистой прибыли. Основные добывающие мощности Sinopek располагаются в Китае. Поэтому ключевые риски для компании – это новые волны коронавируса и рецессия. Оба фактора сильно ударят по спросу на нефтепродукты. Впрочем, из-за локдауна в Китае компания уже потеряла в деньгах. Чистая прибыль в третьем квартале 2022-го сократилась на 44,5% в годовом выражении. Из плюсов – невысокий уровень долговой нагрузки компании. Еще один лидер по размеру дивидендов – China Shenhua Energy – крупнейший производитель угля в мире. Дивидендная доходность – 13,5%. Бизнес-компания ведет по шести направлениям – угольный, энергетический, железнодорожный, судоходный и химический. Выручка China Shenhua Energy с начала 2022-го выросла на 7,5% год к году. Доходы в основном сегменте – угледобывающем – сократились на 3% за тот же период. Зато в энергетическом секторе выручка увеличилась на 37%. Сейчас перед China Shenhua Energy стоят два серьезных вызова – надвигающаяся рецессия, которая давит на сырьевые товары, и энергетический кризис. Из плюсов – низкая долговая нагрузка компании. Замыкает тройку китайских лидеров по дивидендам Longford Properties. Это один из крупнейших частных девелоперов Китая. Компания предлагает самую высокую дивидендную доходность в секторе – 12,41%. Главный риск для Longford – высокая долговая нагрузка. Показатель NetDebt EBITDA – компании выше 4%. Но относительно сектора, где этот показатель 5,12%, это не так много. Еще из минусов – пузырь на рынке недвижимости Китая. И пониженный прогноз от МВФ по росту ВВП страны в 2022-м до 3,2%. Давайте коротко про дивидендную. Вообще дивидендная стратегия на китайском рынке, на гонконгской бирже. Насколько интересна из предложенных? Олег, что нравится? Или в целом нюанс? В случае из трех. Или можете дать свой вариант? Опять же в контексте дивидендов. Да, наверное, из тех компаний, о которых было сказано, прокомментирую их. Если мы берем Сенопекс, энергетика вообще сложная. Непонятно, что будет с ценами на нефть. Политические риски огромные. И они коснутся компании в любом случае. Так она же вроде энергетический сегмент в Китае довольно политически стабильный, нет? Там может прийти из международного рынка. Товарищи китайские покупают и нашу нефть. Поэтому все, может быть, не совался. Особенно если вы не хотите брать на себя политические риски. Тихая гавань. Китайцы, если мы посмотрим на энергобаланс Китая, очень много китайцев потребляют угля до сих пор. Глобально в мире уголь не в приоритете, даже учитывая кризис. То есть в этом плане мы изолированы при прочих равных условиях от внешнего фактора. Поэтому эта компания хорошая, учитывая ту самую дивидендовую доходность. А мы вспомним, инфляция в Китае 2%. Очень хорошо, вкусно, хорошо. Сектор недвижимости боюсь. Вот правда, до сих пор. То есть сейчас неопределенности много. Да, китайцы сейчас приняли большую программу по стимулированию. 50 ярдов долларов закачано туда. Большая часть денег закачана в компании, связанной с недвижимостью. Что будет в итоге? Давайте посмотрим. Подождем. Не советую. Хорошо. Тоже присоединяюсь к рекомендации. Павел, вам как идея, коллеги? Или что-то поправите, или кого-то по дивидендам добавите? Из этих трех компаний, на мой взгляд, самое интересное именно Синопек. Но она тоже не идеальная. Все три компании не идеальны. Не идеальны в контексте того, что Олег сказал? В контексте недивидендной стратегии. Вот именно как заработка на дивидендах. Мы смотрим прогнозы, если аналитиков по Синопек, то у них ожидается на следующие два года понижение дивидендных выплат. С чем это связано? С тем, что, скорее всего, будет падать стоимость нефти. Сейчас нефть стоит дорого. На мой взгляд, когда закончится СВО, то нефть и газ у нас будут падать в цене. Это можно предположить такое. Ну, можно предположить. Скажем так, на ближайший год. И, скорее всего, все нефтяные компании у нас будут падать в цене. Это если что про Синопек. Так, баланс хороший. Там нет проблем по компании, которая занимается углем. Я бы это тоже прокомментировал. Отличный баланс. У компании самый лучший баланс среди вот этих трех компаний. Дивиденды тоже падают хорошие. Но, на мой взгляд, не очень перспективна компания, потому что уголь в мире падает. И Китай тоже борется за экологию. По крайней мере, боролся. Ну да, он продолжает бороться. И будет в долгосрочную перспективу это делать. То есть, у Китая есть проблемы с экологией. И уголь это будет то, что с годами уходить. Поэтому на долгосрочную перспективу я бы не брал. Но на года два максимума эта компания может держать. А что касается третья компания. А, Лангфор. Ой, нет, я бы не стал в нее вообще инвестировать. Но это, как, знаете, больной человек, которому лекарства добавляет. И думает, что он еще будет пахать годами. Поэтому не самая хорошая тема на мой взгляд. Я все соглашусь. Сектор недвижимости в Китае, наверное, да. Если нет инсайда, его, я думаю, ни у кого практически из российских игроков нет. Если нет невысокий аппетит риска, не советуем. Давайте еще пару гигантов рассмотрим. Поговорим про крупнейших, наша справочка, про крупнейшие по капитализации китайские компании. О них обсудим. Ну и прочие доступные на гонконгской бирже инструменты. Tencent Holdings – самая дорогая китайская компания с капитализацией 3 триллиона гонконгских долларов. В первом полугодии 2022-го Tencent показала снижение поваловой прибыли на 8% год к году. По операционной – на 38%. Основная причина – снижение активности рекламодателей и объема платежей. Слабо росло число пользователей соцсетей компании – плюс 3,8%. Ждать активного роста пользователей дальше также не стоит. Есть и другие риски. Tencent – это VIE-компания. Эмитентом ее акции является офшорная компания, которая на 100% принадлежит холдингу. Положение таких бумаг в Китае шаткое. Регулятор может просто запретить их. Давит на котировки и вмешательство правительства в технологический сектор. Впрочем, аналитики Investing.com прогнозируют рост акций на 12% до 357 гонконгских долларов. Пинаи-компании – 14,5%, Пинаэс – 4,6%. Вторая по капитализации – Industrial and Commercial Bank of China, или ICBC. Это крупнейший коммерческий банк Китая. Его капитализация превышает 1,5 триллиона юаней. Из плюсов – на него приходится примерно десятая часть активов банковского сектора Китая. А его клиентами является почти половина населения страны. За 9 месяцев 2022-го компания увеличила прибыль на 5,2% год к году. Но темп просто прибыли снизился вдвое относительно 2021-го. Причин несколько – экономический спад в Китае и высокая закредитованность экономики. По сути, это два главных риска для банковского сектора. Кроме того, в качестве поддержки экономики госбанки, в том числе и ICBC, занижают ставки по займам и тарифам на финансовые услуги для компаний реального сектора и населения, что давит на процентные и комиссионные доходы ICBC. Тем не менее, по мультипликаторам акции компании выглядят недорого. Пинаи – 3,2%, Пинаэс – 0,8%. По данным investing.com, аналитики прогнозируют рост в течение года на 23% до 4,72 гонконгских долларов. Капитализация Alibaba – чуть ниже полутора триллионов гонконгских долларов. Бизнес компании хорошо диверсифицирован. Основные направления – электронная коммерция и облачные сервисы. Alibaba занимает первое место по числу пользователей. Но в 2022-м бумаги находились под давлением от карантинных ограничений и вмешательства регуляторов в технологический сектор. Как следствие, в третьем квартале выручка показала самый слабый рост в истории Alibaba – плюс 3% год к году. Основной сегмент бизнеса – розничная торговля в Китае – снизился на 1% за тот же период. Дополнительные риски создает вероятный дейлистинг с бирж США. Из позитивных моментов – активное развитие рынка интернет-продаж. Объем e-commerce составляет 50% от всей розницы Китая. Показатель P&S компании – 1,8%. P&I – 244,8%. Потенциал роста по данным investic.com – 41% на горизонте года. Друзья, ну вы видите, у нас второй справочный материал подряд. Мы решили не мельчить, взяли тут три понятные компании, тут три крупные понятные компании. Поскольку, сколько мы не говорим про Китай, мнение всех экспертов – оно единое. Не надо, если ты не знаешь глубоко рынок, а большинство наших зрителей уверен, не надо лезть туда, не надо лезть в непонятные сектора. Цена ошибки может быть слишком большой. Павел, поэтому из предложенных трех вот этих вариантов – что-нибудь нравится или, может быть, подарите какой-нибудь, опять же, из крупных, стабильных, понятных, условно надежных компаний, торгуемых на гонконгской бирже, что-нибудь подарите или вот по ним? Хотел начать со второй компании – банка. Если вот мы вернемся к предыдущему нашему выписку, где мы про стабильные дивиденды говорили, то банковский сектор наиболее подходящий, на мой взгляд, для этой стратегии. Дивиденды там хорошие, высокие, банки стабильные, и они практически не двигаются. Вот если вы хотите дивиденды, то это именно вот как раз та самая история, которую нужно покупать по Китаю. Что касается Tencent – хорошая компания, просто отличная, очень особенная китайская компания, потому что, покупая Tencent, вы покупаете не просто какую-то компанию, это такой ETF, по сути, по Китаю, потому что у него столько долей в различных компаниях, не только даже в китайские, но и американские там игровые компании, практически там чуть ли не в каждой игровой компании мира есть доля Tencent. Ну и они так или иначе завязаны технологически на ней даже. Да, поэтому Tencent – классная компания, она сейчас меньше выросла, меньше выросла, чем остальные китайские компании. И у нее вот в моменте есть больше потенциал роста, чем у других, которые уже скачили на 100-200%. Alibaba – классная компания, но у нее есть повышенные риски, все еще с той историей, когда вот Джек Май у нас два года назад выступил, и до сих пор есть некоторый след политические проблемы. Но вот если взять как бизнес, то отличная компания, и если мы представим, что от нее все-таки отстали, то она может очень сильно вырасти. Будем надеяться. Что скажете уже из предложенных? Опять, может, еще кто-то из гигантов нравится? Банковский сектор вообще бы держался все-таки подальше. Все-таки есть конфликт. Госбанки на себя возьмут удар долговой на нагрузки в Китае, и, собственно, они будут решать в том числе проблемы в секторе недвижимости. Могут быть риски. Конечно, с Госбанками ничего не произойдет. Абсолютно. Вот они точно от объектов ИЛНа. Да, но на стоимости их акции это сказаться вполне себе может. Но коллегу поддержу по дивидендам. Хорошая история. Технологический сектор – один из бенефициаров отказа от строгой политики, антиковидной строгой политики. Поэтому вот есть такой акроним в Китае – BITX, BAT, по-английски «летучая мышь». Не будем делать аналогию. Неплохие, хорошие аллюзии. Но вот компании Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi – это те компании, которые образуют крупнейшие компании IT-секторы. Фаунды по-китайски, да? Да, и в этом плане рост будет наблюдаться, кажется, везде, учитывая, что снимаются антиковидные меры. Потребители начинают активно работать на всех площадках. Tencent – это два крупнейших актива. Это WeChat – крупнейший мессенджер, суперап, через который китайцы делают все, и бизнес работает внутри через это приложение. Если мы видим рост бизнеса и бизнес-активности, опять же, если мы верим в рост 4-5% на следующий год, технологический сектор Китая будет расти. Классная история. И подарок, наверное, да, вот если сказать о том, на что обратить внимание, я придерживаюсь стратегии антиковид. То есть, что к лету все-таки снимут ограничения, которые есть. Главные бенефициары, доступные для российских инвесторов – это авиакомпании China Eastern Airlines. Они сейчас дешевенькие, да? Да. К сожалению, нельзя купить компанию TripCom. Это там ключевой игрок на китайском рынке. Но можно купить на гонконгской бирже оператора казино в Макао, компания Sense. И это, кажется, тоже один из крупнейших бенефициров. А говорим в случае, да, снятия ковидных бенефициров. Да, опять же, если вы говорите. Да, да. А гонконгский доллар? Мы как-то вот гонконгская биржа, доллар сам. А можно немножечко прокомментировать? Конечно, конечно, конечно. Для этого и собрались. Вот я бы очень хотел обратить внимание на то, что авиакомпания – просто ужасный баланс. Они на грани банкротства. Поэтому с очень маленькой-маленькой долей в очень рискованный сектор авиакомпания. Да, их поддерживают, да, туризм развиваться будет. Да, сейчас уже говорят о том, что на 60, по-моему, 4% только за последнюю неделю вырос внутренний пассажиропоток по авиакомпаниям. Но они очень проблемные, у них ужасные балансы. Ну да, ну а насколько баланс бьется с рыночной стоимостью, на мой взгляд? Потому что им не дадут рухнуть. Я вот сильно сомневаюсь, что их не накачают деньгами. Они как бы отрастут или нет? Что скажете? Да, соглашусь полностью, что проблемные ребята, но столько стояли у забора. Лично я исхожу из того, что если компания проблемная, я ее лучше пропущу и возьму что-нибудь поинтереснее. Вполне себе рецепт, опять же, для тех, кто вот неглубоко разбирается в вопросе. Ну давайте тоже вот гонконгский доллар и вас тоже попрошу. Что касается гонконгского доллара, то он привязан к… Давайте переформулирую, в портфеле россиянина должен он быть или юань? Или по старинке доллары, евро, недружественные валюты? Я считаю, что только гонконгский доллар, потому что на него что-то можно купить реально российскому инвестору китайские компании, которые торгуются, соответственно, в гонконгских долларах. Если вы хотите просто для диверсификации, в принципе, почему бы и нет? Но я бы их покупал только для покупки каких-то хороших активов. Как прокси поняты, да, Олег, согласны с такими подходами? Я его тоже неоднократно слышал. Опять же, ну по большому счету многие говорят о том, что доллар гонконгский, это, считай, тот же самый американский почти доллар. Все так, все так. Ну, собственно, если взглянуть на социальные документы, есть привязка, поэтому все правильно. Если верите в краткосрочное в доллар, вкладывайтесь в гонконгский доллар на долгосрок, юань, еще раз юань, юань будет укрепляться, консенсус прогноз на следующий год. Поэтому очень хорошая история юань, но это исключительно рынок Форекс. На юань, естественно, активы выкупить не сможет. Ну, друзья, вот как бы про укрепление, не знаю, знаете, я бы сделал ремарку. Если Компартия не решит иначе, а она вполне себе, как известно, может это сделать. Друзья, спасибо вам огромное за рецепты. С китайским рынком, как обычно, призываем быть втройне аккуратным, втройне, не забывайте. Олег Ремега, руководитель направления Китая, представитель школы управления «Сколков» в КНР. Павел Шумилов, автор канала «Акции Китай. Чайна. Стокс». Как обычно, ваши вопросы, предложения, возможные темы оставляйте в комментариях под выпуском гида на YouTube-канале РБК «Инвестиции». Подписывайтесь, чтобы интересного ничего не пропустить. Пароли и явки прямо сейчас на экране. Инвестируйте с умом, холодной головой, не забывайте учиться. Редактор субтитров А.Семкин